Дети, они все это наблюдают, они все это видят, потом они будут транслировать в своей жизни, а вы будете удивляться, почему ты себя так ведешь, почему ты так разговариваешь, да как, почему, я не пойму, вы сами такой пример показали, ты мог напротив них стоять, с его мамой ссориться, я про твою жену, такими словами мог разговаривать, что уши у ребенка завянут, нельзя алкоголь, но не употребляй его ни в каких случаях. Сигареты вредно, убери их вообще, чтобы они не появлялись нигде. Какие-то фильмы, прослушивание той или иной музыки, бесполезное времяпровождение, покажи ребенку как надо. Сегодня вы удивляетесь, когда что-то не так, вот они подросли и как-то не так они рассуждают, как-то не так они смотрят на те или иные вещи, где-то они поступают не так, как вам бы этого хотелось. А чему вы удивляетесь, я не пойму. Вы можете говорить детям что угодно, что угодно, если вы не будете подавать правильный пример. Ребята, поверьте мне, все ваши попытки, они тщетные. Вы надиратели или, как это по-русски, диктаторы, вот туда-сюда, да что это такое, ну хватит, да, ну хватит, сколько можно. Ребенок это не ваша собственность. Ребенок это не тот, кого вы приватизировали, нет. Он пришел в эту жизнь через нас, от Господа Бога. Вы, в свою очередь, как родители, должны сделать так, чтобы ему было комфортно в том или ином, чтобы он чувствовал поддержку в своих начинаниях, но ни в коем случае не диктовать. А может быть вы хотите просто, чтобы он вашу нереализованную цель реализовал? А? Ну давайте честно, а такое сплошь и рядом. Не надо, не убивайте его как личность, дайте развиваться, дайте ошибаться, дайте ему спотыкаться, протирать коленки и двигаться дальше. Вот тогда будьте действительно личность, а не маменькин и папенькин сынок. А это все оттуда. Ну прекратите допускать эти страшные ошибки, они завтра моими клиентами станут и мне подобным. Не надо, хватит ребенку запрещать выражать свои мысли, хватит ребенку запрещать выражать свои эмоции. Да, вы это делаете. Не плачь, прекрати, не ной и так далее. Даже не вздумайте запрещать ребенку в чем-то вам помогать. Я прекрасно знаю, это не всегда может быть конструктивно, да, это не всегда может быть что-то полезное. Он может такое натворить, что потом за него надо переделывать. Ничего страшного, потерпите, это ваш ребенок. И самое главное, самое главное, прекратите ругать его, когда он допускает ошибку. Не надо. Скажите, что я рядом, мы рядом. Мы справимся, ничего страшного. Не всегда все получается. Но ты можешь на нас рассчитывать. Ребенок должен ошибаться. Ему 11 лет. У меня есть младший брат и довольно-таки хороший парень. Когда он что-то хочет, я ему сразу это не даю. Сразу хочу сказать не потому, что я вредина или мне жалко, нет. Потому что я люблю его. Моя любовь это не хочешь, давай куплю, развлекаться, поехали, нет. Я даю ему четкое и ясное понимание, если ты что-то хочешь, ты должен чего-то добиться. Ты хочешь развлекаться, ну прочитай одну небольшую книжку. Ты хочешь, чтобы тебе что-то купили родители, никаких проблем. Добейся того или иного результата на тренировке. Наша любовь к детям. Это не значит беспрекословно бежать, покупать, дарить в ту же самую секунду. Нет. Это дать им правильное понимание жизни. Посмотрите, сколько сегодня бездельников. Посмотрите, сколько сегодня людей, которые не хотят ничего делать. Они на шее сидят у родителей, некоторые даже у жен. Как вы считаете, почему это? Я вам скажу. Вот одна из причин – это то самое потребительское отношение к родителям. Сегодня я предлагаю дать детям правильное понимание жизни, чтобы завтра, глядя на них, вы получали удовольствие от того, как они мыслят, как они проживают эту самую жизнь. Позвольте детям, позвольте детям быть собой. Начните, слышите меня, начните, пожалуйста, уважать чувства собственного ребенка. А ребеночек, он когда счастлив? Когда дети счастливы? Тогда, когда они слышат из той комнаты, когда носятся голоса родителей, милый беседующий. Когда они шутят, значит, улыбаются, смеются. Когда в радость им все. Когда все легко, ненавязчиво. Они когда не выясняют отношения, ты это обязан, ты то, это твои права, это твои. Ты пока как кошка с собакой, каждый день. Ну сколько это может продолжаться? А ну задайте себе вопрос, вы хотите быть счастливыми или вы хотите быть правыми в отношениях? Мало это, дети все смотрят, записывают вот сюда, ребенок это вот, это вот, чистый листочек, чистый. Ты в него записываешь программу. Он смотрит и думает, так, значит, у нас отношения и семья, это боль, это стресс, это трагедия. Как вообще эту дрянь можно пить? Я не понимаю. Марат, вообще-то бокал вина, он полезен за обедом, расширяет сосуды. Ты что, вообще уже что ли поехал крышей? Какие сосуды? Неужели нет других вещей, которые действительно благоприятно влияют на твой организм и расширяют те же самые сосуды? Сколько тебе нужно проблем, конфликтов, недопониманий? Сегодня вплоть до развода, развода, вы слышите меня? И это не является для людей причиной, чтобы сказать, блин, наверное, это действительно дело дрянь. Знаете, я не собираюсь никого воспитывать, но одно я сделаю точно. Сказать о том, что это яд, я обязан. Нас смотрят дети, нас смотрят подрастающее поколение, молодежь. А потом мы будем что говорить? Смотри, какая молодежь прошла. Курят, пьют, непонятно. Так вот сегодня начинайте себя, чтобы завтра мы пожинали плоды посеянного. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok